Самые бесстрашные и преданные псы в мире, любимцы Жозефины и Дарьи Донцовой. Маленькие, но невероятно отважные собаки. Знакомьтесь, мопсы. История происхождения мопсов крайне запутана и покрыта пылью истории. Но известно точно, что эти собачки были невероятно почитаемы китайскими императорами и вельможами. Некоторое время было даже запрещено показывать мопсов простолюдинам. И по городу их перевозили в маленьких крытых каретках. Было очень много легенд. Мне нравится больше всего одна легенда. Когда очень большой, мощный лев, царь зверей, полюбил маленькую обезьянку. И обратился к Богу с молитвой. Бог, она такая маленькая, а я так ее люблю. И Бог сотворил с него мопса. Потому что вообще мопса называют три в одном. Обезьянка, котик, собачка. Потому что он гримасничает, как обезьянка, как котик действия. У него лапок, он практически как котик все это делает. Ну и собачка, потому что он могучий, такой сильный, он не боится. Он достаточно гордый такой, хоть и маленький. Столь небывалое почтение к маленьким собачкам неудивительно. Ведь кто, кроме мопса, знает, как по-настоящему любить хозяина. Нам часто на выставках подходят, говорят, ой, что вашего этого мопса. Кусок мяса показал и увел. Я говорю, покажите. И женщина на выставке там были в Смоленске. И она, ой, у меня вот мяско. Я говорю, давайте вам даже поводок отдала. Говорю, вот вам поводок, видите. Она, идем, идем, да. Пока они видят хозяина, они будут вот бежать за кормом, там все. Но пока в поле зрения есть хозяин. Как только они увидят, что хозяин развернулся уходить, или хозяина нет, они тут же возвращаются. Как бы его ни тащили, он будет упираться и никогда вас не предаст. Эти собачки очень общительны. Обожают гостей и компании. Любят, чтобы их ласкали и гладили. И это только кажется, что они лентяи и увольни. Мопсы – подвижные и любознательные ребята. Они стараются всегда быть в дуще событий. И умудряются оказаться в трех местах одновременно. Так что при выборе этой породы в качестве домашнего любимца учтите, что диванной подушкой мопс не будет. Это очень активная порода, потому что бегать она может бесконечно. Прогулки у них длинные, час-полтора, они с удовольствием их проходят. Побегут за велосипедом, и сколько вы будете ехать, они будут бежать за вами. Также будут плавать, играть в футбол. Футбол – это вообще, если на стадионе играют в футбол, ловите мопсы. Мопсы – очень выносливые собаки. И если вы любите пробежки по утрам, они с радостью составят вам компанию. Только проследите, чтобы малыши не переутомились. Несмотря на свои маленькие размеры, мопсы обладают богатырским здоровьем. И только одна на пасть следует этих собак – обжорство. Каждый хозяин, приобретая мопсы себе, говорит, я его так люблю, что я не могу мне отказать ему ни в чем. Правильно, отказать трудно. Эти глазки, которые, покушав, говорят, мама, я голоден, я вот-вот умру с голода. Ну вот, конечно, хочется взять и отдать все, что ты имеешь. И начинаются перекармливания. А что значит перекармливание? Проблемы с сердцем, проблемы с задними конечностями. Вот, собака перестает двигаться, естественно, начинаются аллергии. И все болезни, печень, почки, то есть все зависит от питания. Благодаря небольшим габаритам, мопс – идеальная собачка для квартиры. Шерсть у них короткая и не требует особого ухода. Раз в год надо собачку будет вакцинировать. Вот, один раз в год надо будет покупать ошейничек против клещей, потому что летом такая ситуация у нас не очень приятная. Если вы еще не знакомы с мопсом, обязательно исправьте эту оплошность. Ведь это самый бесстрашный, самый веселый и самый преданный друг на свете.